я привезу всех и каждого с вами body проходим crimes and punishments sherlock holmes последуем дело кровавой бани и допрашиваем подозреваемых двое из них уже допрошены это blinkhorn и горой если не ошибаюсь да и остался один питкин но перед этим давайте посмотрим логические связи которые возможно у нас появились из улик не туда судя по всему после разговора со стороны свидетелем у нас ничего не появилось нового на да именно так хорошо возможно допрос питкина я правильно признашу его фамилию до питкин развеет туман и новые улики приведут нас каким-то логическим гадать и выводами my name is sherlock holmes i'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning would you mind answering a few questions а мы мистер холмс ланитостая какой-то деловый давайте сразу его просканируем что называется так здесь она будет что дорогая одежда до форма рта презрение это понятно было и без этого по выражению морды лица золотая цепочка шмирный жилет богат кольцо спечатка аристократические корни что-то из последнего что-то из последнего не могу узрить давайте по внимательнее будем кто-то здесь вот ну значит что-то на лице да и а вы 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 Продолжение следует... Ты себя-то видел, заносчивый? Люди обвиняешь, называется, собственно, в глазу бревнутые не видим. Так, попробуем провернуть. Монета, скорее всего. Ай, письмо, значит. Твитти, ошибиться можно. Ну, ну, сразу ты сможешь исправиться. Ну, сразу не думал. Продолжение следует... Гарро? Нет. Но я никогда не любил этот парасит. Ты веришь, что он способен убийству? Ну, он у него есть кровь. Это сделает ему убийца? Как под копирку все один и тот же ответ на этот вопрос. Ты привезли бутылку шампанга в бассейн? Совершенно не так. Сэр Родни сделал, я думаю. Так, ну, хорошо. По крайней мере, у нас появились какие-то цепочки. Давайте. Отлично. Почему Сэр Родни скрывал что-то? Могло ли его открытие привести к убийству? Могло, судя по всему. Нужно узнать, где был Сэр Родни, перед смертью и какую тайну хранил. Последняя экспедиция Сэр Родни. По крайней мере, какой-то след. Согласитесь. Так, давайте дальше проверять. Еще один след. Блинкорус сохранил работу благодаря приезду Сэр Родни, но ценой больших моральных потерь. Блинкорус сохранил работу благодаря приезду Сэр Родни. Он был благодарен за возможность работать вместе и учиться у нее. Ни к чему не приводит. Ну-ка, если это... Тоже ни к чему не приводит. Скорее всего, вот это. Но будем иметь это в виду. Еще улики. Да, судя по всему, остается то, что у нас уже было. Отлично. Ладно, по крайней мере, у нас есть хоть какой-то след. Так, кстати говоря, вот он личности. Трис Трам Грэроу. 30 лет. Он страдает от безорукости. Сильно взволнован, вероятно, от шока из-за убийства. Но и не только, так как он не бритый и одет в старую грязную одежду. Перси Вальблинхор. Настоящий археолог живет и дышит работой. Занимается своей профессией 15-20 лет, но по-прежнему ее любит. Грегори Питкин. Типичный горожанин из высшего класса. Богатый, имеет хорошую должность и считает, что так и должно быть по праву рождения. Что бы он не сделал, он не верит, что окажется из этого в тюрьме. Ладно. Так, поиск по карте. Рукописная карта найдена среди вещей сырородни. Указывает на место в районе Сент-Олбанс на севере Лондона. Точное положение можно определить по карте на Бейкер-стрит. Вот что нам нужно и сделать, судя по всему. Да, отлично. Это след. Для этого отправляемся на Бейкер-стрит. Так, пауэрботтель мы уже с уликами. Честно говоря, сейчас даже никакой версии того, кто и за что мог убить нашу жертву, нет. Потому что, блин, как бы ты ни предсказывал, всегда все перевнется с ног на голову. Я вообще понял, что в этом деле я, скорее всего, выберу то, что мне покажется неочевидным. Чтобы не ошибиться, как это было в предыдущих двух делах. Но позже его мы увидим. Пока еще до выводов романовато. Так, карта на Бейкер-стрит у нас вот она. Так, мне нужно тебя двигать, да? Найти такой вот перекресток. Так, перекресток. Так, перекресток. Ну вот этот похож. Очень похож. Нет? Нет. Похож загибом, но не более. Как-то, в принципе, небольшая. Вот этот. Так, подходит. И у нас появляется еще одна целая локация и у меня явно будет много интересного. Ну, поехали. Так, ну по редукции у нас, как я уже сказал, ничего. Ну, давайте пока перебираем варианты. Вот так, например, нет? Нет, да? Ну, а если при этом вот так? Ну, верю, что ничего. Ну, просто мало ли получится какой-нибудь вариантик. Если будет какой-то след о том, что вода могла присутствовать в его крови другая, то, конечно, мы поменяем вариант. Направляемся. Так, раскопочки. Тут уже, я так понимаю, вечереет. Так, у нас есть возможность добраться до базы данных? Нет, базы данных у нас нет. Ну, хорошо, включаем вид от первого лица и работаем. Этот археологический сайт был оборудован. Почему Бентклифф пришел? Сейчас узнаем. Проходим. Такое величинное место. Да, и локации довольно-таки хорошо проработанные, разнообразные, все связанные с делом. С точки зрения геймдизайна, игра, конечно, очень красивая и качественная, что называется. Так, здесь у нас ничего интересного мы не нашли, да? Мы пошли сразу в дом. Ладно. Давай осматриваться. Карта такая же, на которой мы работали только что. Это карта сайта. Мы в сердце старого романского города. Последователи Митры скрывались и поклонялись другим, более традиционным богам. Таких, как Юнона или Нептун. Храмы Митры обычно находят под храмами других богов. Последователи Митры часто обращались к традиционным богам, чтобы получить право войти в Митреум. Интересен Митреум в Дью во Франции, найденный за вырезанной статуей Дианы. Вход в храм открывался хитровым механизмом, созданным с помощью веревок и каменных плит. Его вряд ли когда-либо обнаружили бы, если бы вода не уничтожила механизм. Храмы Митры находят в Риме, Остии, Нумидии, Далмации, Британии, вдоль Рейна и Дуная. В меньшей степени в Греции, Египте и Сирии. Не знаю, что мне это дало, но все же, какие-то сектанты Митрии могут быть задействованы в перспективе. И пустые кокосы, которые они использовали для имитации звука конских копыт. Другой странный ритуал во имя древних богов – изгнание злых духов. Люди, ощущавшие влияние зла, бросали свои ценности в огонь. Племена к югу от Сахары сжигали фрукты, а богатые римские семьи не жалели денег, расплавляя олово или серебро. Вот, уже связь. Не сохранилось данных, удалялись ли эти ценные подношения с пеплом или использовались повторно. Ну, какая-то, да, нащупывается ниточка. По крайней мере, с тем серебром. Так, что у нас в металлической кубике? Ну, видимо, куда-то пригодятся, а не нам. Еще одна запись такого же справочного характера. Культ Митры – мистическая религиозная практика, существовавшая в Римской империи в первом-четвертом веках до нашей эры. Нет, нашей эры, простите. Гельки заимствовали имя персидского бога Митры, положив начало новому культу. У последовательной Митры была сложная система из семи ступеней посвящения, включавшие ритуальные блюда. Претенденты встречались в подземных храмах, построенных в большом количестве. На культовых изображениях Митры рождаются из скалы и закалывают быка. Тафтоктония, да? Ну, сейчас, понятное дело, что сектантское дело какое-то. Доклады. Нож для тафроктонии. Нож, используемый Митрой для трафтонии, притесения в жертву быка, закруглен на конце, имеет персидское происхождение. Радиус закругления может составлять от 5 до 15 градусов. Его название происходит от персидского шамшир, что означает меч. Он относится к виду закругленных клинков, включающих в себя шамшир, сцимитар, тальвар, кылыч, пульвар и монгольскую саблю. Миф о золотом ноже. Ключ к стаинам Митры. Его описывают как подобие святого Грааля. Золотой нож наложит проклятие, которое выпустит кровь из недостойного, если он попытается к нему прикоснуться. Ну, есть, да, какая-то уже у нас завязочка, то есть с культом Митрой явно связаны. Все несчастья нашего убиенного, ладно. Батсон, боишься туда зайти? Ну, сейчас найдем, что ты паришься. Так, у нас нужно еще с кубиками поанализироваться. Ладно, закончим это уже после осмотра площадки, чтобы не распыляться и не бегать туда-сюда несколько раз. Циклоп, да, нарисован? Что, пойдем сюда? Ну, это было бы логично. Да, давайте сюда и отправимся. Фреска. Лопата. Почему-то прилекла мое внимание. Нет, да? Она прилекла мое внимание зазря. Интересует нас только фреска. И что нам это дало? В принципе, ничего. Но появилась какая-то улика, нет? Да, вот. Резко изображающая вулкана и циклопа в кузнице. Книга о тайнах Митрой и культе Митрой. Вы кого спросите? Ну, видимо, у кого-то из наших подозреваемых. Так, здесь больше ничего, соответственно, проходим дальше. Давайте сразу сюда привлекло мое внимание на это место. Я не хочу спускаться вниз. Ну, здесь вполне вероятно, что придется там спускаться вниз. Я не хочу спускаться вниз. Для того, чтобы спусковой механизм. И там, вполне возможно, что-то бы и обнаружили. Но, честно, у меня не особо хочется спускаться в какие-то подвальные ямочные помещения. Вообще, я думал, я спускаюсь туда. Так, лопатку мы забрали. Для чего мне лопатка, интересно? Ладно, по крайней мере, я знаю, где они есть. О, какой скрип такой. Страшненький, пристрашненький. Ладно, пошли дальше. Латсон там меня ждет. Слушай, а если бы мне надо было что-то сделать с фреской, то мне бы об этом сказали. Так, ну пошли сюда. Блин, большая локация такая. Давайте сначала здесь осмотримся. Так, ну крюки и веревки мы уже знаем, где. Только пока воссоединить их не получается. Нету цели такой обозначенной. Нептун. Нептун. Нептун, бог бога моря. Это статуя Минерва. Так. Найти применение. Ладно, остальному вроде как применения особо нету. Тут тоже применения и особого нету. Так, давайте-ка сначала все же сходим вниз. А уже потом к берегу. Так, здесь проход получается. Туда дальше, да? Так. А если сюда, то мы проходим к путям, да? Ну давайте сразу посмотрим. Раз уж мы здесь. Я просто люблю методично исследовать локации. Не люблю бегать, распыляться из одного места в другое сразу же. Чтобы ничего не осталось позади. Хорошо. Ну в том домике явно можем что-то найти, но до начала хочу спуститься сюда вниз. Понять, влияет ли это на что-то. Вполне вероятно, что влияет. Да, там какие-то интересные части фриски. Вот на основе трудильный вывод. У меня есть мастерок. У тебя есть мастерок, я скажу тебе ок. Если мастерка нет, то и нет мой ответ, ладно. Давайте ковырять. Фреску замазали. Ну, как-то хреново у нее тогда замазали. Если оставили части. Вот как раз фрегидариум. То есть, мы сразу с вами понимали, что нам нужен фрегидариум. И учитывая, что нам туда завалили сразу же вход, очевидно, что нам туда и надо. И там лежит ответ. Только вопрос, как мы в этот фрегидариум попадем. Но я думаю, что каким-то образом Шерлок с Ватсоном придумают, как его заставить растаскивать завал. Да, понятно, что это баня и понятно, что это фрегидариум. Фрегидариум. Он находится в Романском в Лондоне. Кто-то взял время чтобы убить фреску, но что за? Я хочу посетить в этом месте. Да, понятно, что нужно. Только что. Кто будет его. Ну ладно, это уже не наша задача. Игра явно за нас сама придумает, что да как. Так, ну а мы идем к следующему месту интереса. Вот к этому домику и карте находящейся. Так, а здесь не спущусь, что ли? Странно, но ладно. Так, ага, вот что интересно. This railway is used to remove rubble from the site. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. The gastrofets were used with ropes and hooks for seizures. Ну вы поняли для чего? Для того, чтобы попасть туда, я так понимаю? Прав ли я? Пусковой механизм найду здесь в доме. Арбалет. Ну давай. Исследуем. Методичненько. Дорогой лорд Блэкмор, управляющий банями сэр Грегори Питкин, чересчур суетился, когда я прибыл. Но после вашего вмешательства он стал более полезным. Как выяснилось, люди с его складом ума не слишком подходят для такой важной работы. Им не хватает воображения. В ближайшей неделе у меня будут хорошие новости о банях на Стрэндлейн. Я в шаге от обнаружения важного археологического артефакта. Такого, который вы сможете использовать для вашей партии в целях демонстрации силы и возможности защитить нашу империю от нынешних и будущих угроз. Серьезно, там такой какой-то артефакт он попытался найти. Ладно, у нас появились связи логические, но мы их сейчас выясним попозже. Кальвин, вы с Гоббсом считаете себя такими умными и веселыми. Я от души посмеялся, когда вы заморозили заметки мисс Деркин об арке Адриана. Однако наш экзамен уже на подходе, и так как ты мозг вашего невероятного дуэта, я предупреждаю тебя, что мой гасфорет, длиннегреческая разновидность арбалета и немедицинский инструмент для избавления от запора, как ты мог подумать, трогать нельзя, иначе я расскажу мистеру Урмуду обо всем, что вы натворили за эти два года. Я сел у Гоббса с Энвич Струнцом. Здесь намек на то, что мне нужно этот арбалет найти, я правильно понимаю? Да, вот он. А че ты не хочешь его полностью разобрать, посмотреть? Главное, давайте посмотрим логические связи, и может кончик-кальчик к этому прийти. Ну ладно. Я знаю, где найти три части этого механизма, но пока Шелок просто не участвует в этом надобности. Давайте поработаем. Хорошо. Питкину не нравилось откладывать открытие римских бани за сырородни. Он очень злился по этому поводу. Питкин надеялся получить часть ценностей из числа находок сырородни. Его работа делала бани еще более популярными. Так, связи нету. Связи нету. Ну ладно. Может быть, с этим связь какая-то будет? Нет, противоречит, да? Здесь связь есть. Асьдак. Здесь без разницы, да? Ну давайте пока оставим так, но особо-то ни на что не влияет. Дальше. Ну да, все остальное мы уже проверили. Ладно. Мне больше всего не нравится, что Шелок не хочет ничего делать с арбалетом. Хотя вот, разорбанный артефакт, там ключи и там же веревки. Зато у нас есть новые цели. Посетить Фрегидарий. Ладно, эту локацию мы осмотрели. Я раз ни к чему он не пришел. Так, что у нас по уликам? Так, так. Найти применение. Книга о тайнах. Найти применение фреска изображающего вулканца Клоп Кузнеца. Статуя Нептуна. Хм. Интересно, девка пляшет. Найти им применение. Каким образом можно найти им применение? Давайте быстро сбегаем еще вот сюда. Может быть, что-то он, зная про арбалет, возьмет? Я не нужна фреска. Найти применение. Важно же каким-то образом мы через эту фреску проделаем путь. Да, здесь мы все знаем. Ладно, пока стопор. Пока стопор и... Давайте-ка мы, наверное, обратимся в Бейкер-стрит. Сделаем там опыты с этими кубиками, потому что совершенно непонятно, что. И, может быть, они нам дадут какое-то решение. Пока по дедукции продвижения не вижу. Здесь выбирать нечего. Но если я выберу это, какая-то связь будет? Не, да? Выбор у нас есть только в трех точках, они никак не взаимосвязаны. Здесь противоречия. Здесь связи нет. Ладно, пока оставляем тег. Пока у нас есть еще чем заняться, в принципе. Так, давайте сразу. Кубиком. Не понимаю, что если надо сделать. Так. В общем... Давайте, наверное, мы с вами увидите это уже, когда я закончу, потому что я хочу спокойно пустить помолчать, не отвлекаясь. Митя. Митя». Митя. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok